Добрый день, друзья! Перед тем, как начать этот выпуск, попрошу вас быть активными, ставить лайки, нажимать на колокольчик и способствовать продвижению этого канала в сети. Продолжаем развивать тему сотрудничества РПЦ и КГБ. Ну и вообще сотрудничества РПЦ со спецслужбами. Почему эта тема важна? Дело в том, что многие от этой темы отмахиваются и говорят, что нам до этих правителей и епископов, которые пошли на сделку с совестью, это их личное дело. Наше дело причащаться, молиться. Главное, чтобы церковь Христова, и мы можем приобщаться к таинству и учению Христова. На самом деле, все не совсем так. Как мы знаем, по утверждению Киприана Карфагенского, церковь православная там, где православный епископ. Но если православный епископ, православный епископат вообще, и в том числе и патриарх делают антихристово дело, то о каком православной епископате можно говорить? О какой церкви Христовой тогда можно говорить? Не могут во главе Христовой церкви стоять люди, делающие антихристово дело. Вот на мой взгляд, значит, епископат РПЦ, начиная с самого своего зарождения, 43-го года и по нынешний день, делает лично антихристово дело. Чтобы это подтвердить, я вам сейчас покажу кусочек интервью генерала Калугина, который он дал в интервью Гордону. Я понимаю, у многих отношение к этому человеку может быть негативное, но сразу скажу, я всегда удаляю сообщения людей, которые смотрят на лица. А, это такой, это он Калугин, предатель. Кстати, Калугин не предатель. Надо это понимать, он политический беженец, он никого не предавал, ни один человек не раскрыл ни одного агента, ни один агент ФСБ и КГБ не сел на Западе в тюрьму из-за того, что его Калугин предал. Он политический диссидент, он критиковал власть, вынужден был эмигрировать. Это его личное дело, я не хочу вообще его личность разбирать. Хочу только сказать, что надо смотреть не на личности, а на то, что человек говорит. И хороший человек, которому мы симпатизируем, который нам нравится, может ошибаться. И наоборот, человек какой-то безнравственный, или просто плохой, или просто нам не симпатичный, он может говорить правду, особенно если он специалист своего дела. Калугин говорит о том, что знает точно, поэтому нужно его послушать. Давайте послушаем его. Патриарх Украины Филарет рассказывал мне о том, что ни одно назначение в церкви без согласования с КГБ не проходило. Что все руководители церкви так или иначе имели отношение с КГБ. Абсолютно однозначно, правильно. И я могу сказать так. Я, во-первых, знаком со всеми патриархами, ну, послевоенными, начиная с Пимена, Алексей и нынешний Кирилл. Это мои приятели вообще. Приятели можно истрактовать двояко. Да, но я с ними не работал профессионально. То есть, кто-то работал, но не вы. Да, разумеется. Значит, но когда однажды я в публичном задоре в Москве сказал об Алексе, бывшем патриархе, что он сотрудничает с КГБ, что от чего вы от него ожидаете? Он сотрудничает с органами, публичных, на каком-то из митингов. До встречи, я получил звонок от патриарха. Он сказал, я бы хотел, чтобы вы зашли ко мне домой. Вы же знаете, его дом там у него особняк, патриарх. Я пришел к нему домой, я ожидал. А он, садись. Официант, он, видимо, нанятый. А, значит, давай закусим, поедим. Я тебе кое-что расскажу. Ты человек, говорит, молодой и плохо разбираешься в детских вопросах. Вот ты тут меня публично обозвал, значит, агентом КГБ. Ну, вот ты же не знаешь истории. Ведь когда советская власть взяла руки, все. Ну, значит, первая, одной из первых жертв советской системы стала православная церковь. Ну, конечно. Ну, треть эмигрировала. Треть попала в концлагеря, в некоторых расстреляли. А еще одна треть приспособилась, чтобы спасти нашу православную веру. Вот я принадлежу именно к этому числу людей. Я помог спасти православие, сотрудничая с вашими органами ради высших целей. И вот я впервые слышал такой откровенный разговор. Человечный объяснял. И я ему сказал, да, я говорю, тогда чего же вы не скажете публично, у нас же народ поймет. Потому что у нас народ ведь тоже сотрудничали часто не по желанию и воле, а для того, чтобы выжить. А у вас, в данном случае, миссия была сохранить православную церковь. Значит, Кирилл нынешний, сегодняшний приятель. Мой бывший тоже. Мы с ним знакомы еще с малых лет. То есть он, когда кончал духовную академию, я с ним познакомился. А я тогда был... Ну, была мне такая... Интерес был к церкви. Ну, абсолютно не связан с профессиональной, просто для общего образования. Кирилл – это старый наш друг. Я имею в виду его ГБовский друг. А старый друг лучше новых двух? Кстати, у него хорошее отношение с руководством нынешним российским. Это понятно, они его ценят. Потому что он, кстати, очень грамотный. Они, кстати, все были грамотные. Грамотные, конечно. Кирилл, по-моему, знает три настанных языка. В общем, еще с юных лет. Церковь ФСБ работает по-прежнему, да? Да. Так я вот вернусь к более такой, может быть, обобщающей, как бы, иллюстрации к этому вопросу. Значит, советская власть была построена на трех китах, да. Это, конечно, Компартия, в первую очередь. Второе, значит, это КГБ. Третье – это военно-промышленный комплекс. Сегодняшняя российская власть построена на первое КГБ, которое первое занимает, первый кит, потому что ее президент, руководитель. И, ну, некоторые утверждают, что до 70% администрации высшей – это либо сотрудники, либо бывшие помощники, как говорят так. Вот, это первая колонна. Вторая – это русская православная церковь. Вторая. Это вторая, первая, значит, само КГБ. Вторая – русская православная церковь, которая, как же, а надо, поможет и пригладит, и осудит, если надо. И третье – это российский бизнес. Тот, который сумел найти общий язык. Меня лично очень задело вот это объяснение Алексея Второго о том, что он якобы церковь спасал. Я думаю, все-таки он и его, значит, собратья, которые пошли на сотрудничество с КГБ, они делали дело Антихристова. Сейчас я попытаюсь объяснить, почему и почему я не принимаю никаким образом вот это объяснение. То, что сотрудничество с большевиками, дело Антихристова, и сами большевики делали Антихристова дело, очень хорошо показал наш великий русский философ Иван Ильин. Опять же, многие говорят, что он там нацистов восхвалял. Да, это была его ошибка, но это не значит, что не умаляет его от других заслуг. Почему это была его ошибка? Ну, потому что Ильин настолько ненавидел большевиков и правильно, кстати, делал. Что вот он понадеялся, что немцы могут, как бы, освободить Россию от влияния большевизма. Видимо, он не рассмотрел угрозу в нацизме. Да, была такая недоинновидность. Но люди все ошибаются, все люди грешны. Нет ни одного человека, который не ошибся в своей жизни. Ну, в общем-то, о большевиках он высказался очень точно. Сейчас я зачитаю вам цитату из одной его работы, которая опубликована у меня на Дзен-канале. Письменная работа Ивана Ильина. Ссылочка на эту работу будет внизу, там в описании. Можете почитать целиком. Итак, Иван Ильин по этому поводу говорит следующее. Антихристово дело не может проистекать от Христа. Сатанинские правители, дьявольский губящий народ и расцвливающий его дух, не могут исполнять волю Бога, но могут исполнять лишь волю сатаны. Именно это дело и такое дело совершается ныне в России. Следовательно, оно не от Бога. Ведь замысел коммунистов единый целен. И весь целиком направлен против Христа, против Духа, против свободной религиозной личности, против православной России. Ведь сам митрополит Сергий свидетельствует открыто о коммунистах в своем послании. Далее Ильин цитирует, значит, митрополита Сергия Старгородского. Открываются кавычки. Они ставят своей задачей борьбу с Богом и его властью в сердцах народа. Кавычки закрываются. Дальше Иван Ильин продолжает свою мысль. Душерастление оказалось их главной задачей. Люди твердокаменные и костоломные. Они вот уже 18 лет изощряются в изобретении все новых и новых приемов для вытравливания духовности, веры, совести и чести из человеческих душ. Ну и по факту мы видим, что пользы церкви и России вообще это сотрудничество с большевиками не принесло. Люди пошли на сделку с совестью. Сделка с совестью, значит, сделка с дьяволом. Никакая сделка с дьяволом не может идти на пользу церкви. Почему это так? Ну, во-первых, потому что это не человеческое дело спасать церковь. Церковь – это тело Христова. Господь сам о своей церкви позаботится. И врата ада, как мы знаем, церковь не одолеют. Мы можем повлиять только на историческое бытие церкви. Церковь может быть в гонении, может процветать, может быть в каких-то других обстоятельствах. Но спасать или не спасать церковь – это не наше человеческое дело. Но самое главное, если мы принимаем эту концепцию, то непонятно теперь, как нам быть с мучениками и исповедниками. С новомучениками, например. Ведь огромное количество людей на сделку с совестью и с большевиками не пошло. Они предпочли мученическую смерть, исповедничество. Что с ними делать? То есть они были неправы. Нам вообще тогда надо, слушайте, мучеников всех деканонизировать. Вообще всех от первых времен. Деканонизировать мучеников. Ведь судя по этой логике, мученики и исповедники поступали очень недальновидно. Никогда не шли на сделку с мирской властью. Не приносили подаяния жертвы идолам. Там жертвы-то были смешные. Бывало, доходило до того, что надо было Ладан просто бросить и все. Воскурить Ладан и все, ты свободен. Иди, никто тебя трогать не будет. Верь тебе как хочешь. Главное, что покажи при всех, что ты согласен с имперской властью, с культом, где почитаются в разной степени множество богов, множество божеств. И Христос в ряду других божеств, пожалуйста, веруй в него. Нет, вот надо было исповедовать веру в единого кого-то бога. Зачем-то, непонятно. Да смешно просто. Ну, пошли бы, вкинули этот Ладан, пошли бы на сделку. Ничего страшного. И верили бы все, как хотели. А они зачем-то жертвовали своей жизнью ради каких-то идеалов. Что-то вот странное. Да, не правда ли? По сути дела, вот в этих словах патриарха Алексея Второго, мы что видим? Мы видим оправдание. Вот это оправдание лицемерия. Оправдание человекоугодничества. Оправдание того, как человек пошел на сделку с совестью. Оправдание самых низленных пороков и выставление этих пороков, как добродетелей. То есть, вот до чего, до какого извращения мы уже доходим. Нормальный христианин в такой ситуации, что он сделает? Он просто покается, скажет, да, у меня не хватило духа, у меня не хватило сил каких-то пойти сопротивляться, пойти поперек решению желаниям властей. Я не смог этого сделать, не выдержал каких-то лишений, страданий. Вот Сергий Старогородский, он, кстати, так и говорил, что он не хочет больше в тюрьму, ему там тяжело. Старый больной человек. И он пошел на такую сделку с большевиками. Но можно же покаяться. Все мы люди слабые. Никто не уверен. Вот я не уверен, что я бы выдержал какие-то испытания. Но если бы даже я отступился, а потом была возможность покаяться, то есть, когда, собственно, гонения прекратились, или они очень сильно ослабли, или вообще вот Алексей-то общался с Калугиной уже 90-е годы, никаких гонений не было. Можно было так и сказать. Знаешь, да, вот такие мы люди слабость проявили. Простите нас, ну что мы, простите нас, и все. Вот в Болгарии, например, там архивы КГБ вскрыли, ну и местные там спецслужбы. И ничего страшного, никто не умер, никого не поубивали. Люди почитали, поняли, кто перед ними. И дай бог, чтобы это на пользу только церкви пошло. Я тоже считаю, например, что архивы КГБ рано или поздно должны быть вскрыться, и мы должны увидеть, кто стоял во главе церкви. Это обязательно нужно. А у нас нет. Видите, у нас до того все извращено, что мы пытаемся пороки выдать за добродетели. Это просто катастрофа. Самое печальное, что страдает собственное христианство в этом во всем. Потому что власть, когда понимает, что церковь становится в такую позицию, сопротивляться совершенно его давлению не собирается, власть начинает давить на церковь и решать через церковь свои интересы. Вплоть до того, что сейчас создается некий вот этот имперский милитарийский культ, где, ну вы сами знаете, это вся история с моим протестом против главного храма вооруженных сил. Я считаю, что это, конечно, языческое капище, никакого отношения к христианству не имеющее. Но вот мы получаем то, что получаем. Такие люди просто не способны сказать, что власти нет. И, наверное, они, идя на сделку, на эту совесть своей принимают все то, что им власть дает. Даже до абсурда доходят сотрудники НКВД, красноармейцы, советские символика. Советский период, он весь воцерковляется уже, понимаете? О Христе речь о спасении души не идет. О том, что они антихристоводелы делают, речь не идет. О том, что большевики это вообще антихристианское какое-то явление, вообще антирелигиозное, и боролись с религией, таковой пытались уничтожить. Речь не идет. То есть до абсурда доходит. Пытаются идти несоединимой вещей. И считают, что это правильно. Вот в чем дело. То есть нам создают какую-то руссконародную, такую патриотическую религию, которая, в общем-то, к христианству мало отношений имеет. Но все это подается таком под соусом христианства. И лично моя душа не применимает вот эту мимикрию и мошенничество, которые нам пытаются в России предложить. Кроме того, вот такая позиция в наших церковных иерархах и вообще всех священников, большинство священников принимают это, что тут говорить. Да и миряне многие принимают. Она идет в некой такой внутренней духовной расслабленности. Мы вообще перестаем сопротивляться влиянию мира. Вот в чем проблема тоже. Что произошло в 90-е годы и сейчас происходит? Профанация веры, понимаете? Когда в церковь мы впустили огромное количество неверующих людей. То есть начали всех крестить, венчать, требы исполнять, отпевать. И все. Теперь у нас вроде бы 80% в стране христиане, а живем мы как антихристиане. А потом думаем, что же это такое? Что же за христианство, которое привело нашу страну в такое печальное состояние? А на самом деле нет никакого христианства. На самом деле есть профанация. Вместо того, чтобы бороться за чистоту своей веры, чтобы сохранить церковь, наши иерархи решили, что нужна массовость. Нужно везде храмы поставить, а то придут какие-то сектанты, раскольники, и они все захватят, и нам никуда будет деться. Ну и решили, вот такая церковь превратилась в Министерство по делам религии или такой комбинат бытовых религиозных услуг, где люди приходят, заказывают какие-то услуги религиозного характера, или отпевание, крещение, венчание. А нас потом не интересует, что это за люди, кто это за люди, зачем им это нужно. А у них своя вообще вера, но они считают себя христианами. И потом и слова не скажи. Начинаешь ссылаться на Евангелие, смотришь, а на тебя смотрят, как на последнего иезуита, и на последнего раскольника, и вообще еретика. Потому что есть какая-то другая вера, там где водичка, купание в проруби, еще какие-то вещи, земельки, какие-то вот парады победы и все-все прочее. То есть уже христиане как бы начинаются внутри своей церкви, начинают гонимы. В общем, церковь теряет самое главное и перестает быть христианской церковью. Поэтому я и говорю, что РПЦ, вот пойдя на сотрудничество с советской властью, с большевиками, в КГБ, ФСБ, и перестала быть, по сути дела, христианской церковью, сегодня в РПЦ не проповедуется Евангелие христианства. Вот в чем проблема-то. Почему я этой теме, сотрудничество с КГБ, с властями светскими, уделяю столько много внимания. Ну и последнее, что я хочу сказать. Нужно всегда помнить, конечно, то, что нам проповедано в Евангелии. А если мы внимательно будем читать Евангелие, самый главный вероучительный источник христианства, мы увидим, что Христос-то как раз на сотрудничество с властью и не пошел. Вообще-то Он, как всесильный Бог, как вторая ипоста Святой Троица, мог родиться императором Рима, мог починить себе весь мир. И насильно, насильно, вот, не знаю, поставить везде церкви, храмы, чтобы все поклонялись, этот культ был бы всеобщим мировой. Христос мог бы это сделать, но Он этого не сделал. Вот чего не понял Алексий, что это не спасает христианство, а наоборот убивает. Христос, кстати, не пошел еще на сделку с властями Израиля и не стал царем иудейским. Он вошел в Иерусалим, помните, вход в Господь Иерусалим. Его же ждали, как царя Израиля. Он пошел, торгующих из храма выгнал, и удалился. И народ не понял, что это такое, что это было вообще, зачем Он пришел. Люди не поняли, а потом через несколько дней Его распяли. Но Он делал другое дело совершенно. Он спасал каждого конкретного человека через преображение Его души. То есть христианство, оно вообще о другом как бы, не сотрудничество с властями. Поэтому вот эта позиция, что якобы нужно было пойти на сотрудничество с властью, чтобы как-то церковь удержать, чтобы потом эта власть помогала строить огромное количество сейчас храмов, благолепию церкви помогало. И если люди думают, что это какую-то пользу принесет, нет, увы, оно приносит вред, мы это все видим. Так вот, поэтому христианин должен в своей позиции по отношению ко всем вопросам, там сотрудничеству с властью, с КГБ, не знаю, с кем бы то ни было, должен руководствоваться заповедями Евангелия, жизни по совести. Потому что вера бессмысленна, если нет чистой жизни, как говорит Иоанн Златоуст. Зачем тебе вера, он говорит, если нет жизни чистой? Если ты по совести жить не собираешься, все, никакая церковная атрибутика, таинства, обряды, церкви, не помогут ничему, все это ведет только в погибель, все. Поэтому, собственно, писатель нам сказал, что Бог в нерукотворных храмах живет и не нуждается в служении рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Вот эти слова мы вообще всегда забываем, в принципе. Еще раз говорю, у нас и религия сегодня языческая, мы все язычники, мы по-другому смотрим. Мы о Евангелии забыли, мы внимательно не читаем Евангелие. Поэтому я вас призываю все-таки быть христианами, не идти на сделку с совестью и адекватно оценивать эти все вещи, и не потакать ни в коем случае людям, которые пытаются вас подтолкнуть на сделку с совестью. Всего вам доброго и до новых встреч!